ребятки благодаря вам все благодаря вам посмотрите какая красота вы просто не представляете как довольна моя пятая точка наконец-то наконец-то купил себе кресло компьютерное ебалдею вообще пока нарадоваться не могу и это все благодаря вам спасибо вам за поддержку то что смотрите видосы то что вот за декабрь по моему или ноябрь не упала я вот до сих пор короче старался не тратить держался в кармане потому что хотел себе кресло и вот собственно сегодня пошел и купил спасибо еще раз большое вот ну а теперь давайте посмотрим все что я не смотрел долгое время и вначале хотелось бы еще сказать про канал в общем как я понял канал называется one story и здесь ребята делают такие добрые поступки пожилого человека радуют одинокой маме они купили подарки детям бургеры раздавали это очень круто у меня просьба будет просто небольшая как бы зайти подписаться на канал посмотреть их видос поставить лайк обязательно написать комментарий конечно нужно поддерживать таких ребят это очень круто вот ну а теперь давайте перейдем к сериалу смотрим соке 12 серию и не скрипит ой как круто спасибо по кайфу подушечку наконец-то вообще миллион лет ждал что проверим да ханатора давайте проверим чтобы он мне принес 300 книг саят потихоньку пристреливайся уже короче надо решать вопрос конечку да какой нахрен пристреливайся стрелять в жопу чем это пройдет нормальная нарезка что вас там как обычно следили за арманом с утра он выехал из дома и приехал сюда как только вышел из машины вышли двое и забрали его туда кто такие шефа не знаю первый раз их видим блять как не знаем я же говорил следить за ним все его контакты с кем встречается звонки сегодняшние отследили его шеф но этим уже занимается спец управления мы им позвонили они сейчас их пробивают все валите отсюда нахуй а сама как мы реки у валики наки чё бы без нас делали в вешались бы вешались бы чё там внутри а там пять шесть человек и плюс ваш арман сейчас постараемся договориться если не получится будем штурмовать так я все ушел просто по-братски мы этого армана под свою ответственность с изо выточили вы его там не зацепите как-нибудь постарайся постарайся но посмотрим реки походу посмотрим я раять это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы только по моей команде ходили? Ага, так. Мура, давай быстрее! Храната! 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 Храната, автомат вверх! Храната! Быстро на выход, там встречай! Храната! Храната, конца, бля! Храната! Храната! Могат, автомат перкищет! Жичный до конца бара! В любую дуэтеремку, Храната! Тебе нельзя давать оружие, все равно убивать не умеешь. Храната! Я вот живой, пример. Перед-то быстрый. Ох! Выстрел в штурму. Так, внимание, приготовиться к штурму! Внимание группа. Сданять боевые позиции! Блин. тут вообще-то вариантов как будто бы трое против спецназа и же трое на четверо все штурмуем огонь вторую группу на штурм а а а а а а а а Штумовая группа на подводе, как трещина. Слева, 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 слева! Сука! Чисто! Мура, что там? Анибаса убили! Суки! Ничего, бля! Слева, слева! ВЫСТРЕЛЫ Заходим, заходим! ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Судьбой! ВЫСТРЕЛЫ 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 Мага! Муров, Магу убили! Мага! ВЫСТРЕЛЫ 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 Ну-ка, иди сюда! Быстрее сюда! Молодые, говорю, быстрее! Не можем зайти! Коченый тварь! Кого ты привел, блядь? Кого ты привел, сука, спрашиваешь? Коченый тварь, блядь! Уходи! 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 Блядь! 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 Поглачь, это шумовую гранату! Упс! Уходи! Эх, не получилось! Уходи! Армана хватай! Уходи! Хотя... Чего он никакую грузу вообще не представляет? Уходи! 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 Служба у нас такая! Что делать? Главное, чтобы завтра крайними мы не оказались! Нет, нет, нет! Я вас по-любому смогу прикрыть! С Арманом этим что теперь? Арман чуть подлатается, а потом закрывать его будем! Больше выхода нету! Дурас! Дурас! Ладно! Еще раз спасибо! С меня поляна! Еще антикоррец! Э-э-э! Вам не служит одно и время! Давай-ка! Так они его будут сажать! Что-то непонятно! Что с антикоррами? Все нормально, шеф! Я на своем уровне все решил! Ага! Уже сам научился решать! Молодец! Блин, злой шеф! У нас в стране же нет коррупции! У нас есть взаимопонимание! Возьми нас аккуратно! Подарки занесли! Они же тоже все любят подарочки! Бай-ха! Они такие же, как и мои большие лицемеры! Лицемерство же вон он! Возьми скатрам злой шеф! Они возле нас к шкатая болотманщики же! Согнал-ка, ты аккуратнее! У каждого тихий дирижер! У них, видимо, там свои интересы, а? По-любому! Как твоего дружка зовут Садикона? Ермик! Ермик! А, кстати, он не про вас сейчас спрашивает! Ага! Знает! Значит... Знает меня! Знает меня! Ладно, я сам с ним решил! О! Пушим! Э-э-е-а! Фак! Блин! Я дико извиняюсь, что так все произошло, но у меня закончилась запись на карте памяти. Я не знаю, что случилось, просто она перестала писать. И в итоге, что я сейчас придумал, вы посмотрите эту серию с моими комментариями. Меня самого не будет, но комментарии будут. Очень печально, потому что был момент, в конце я об этом сказал, что к Азамату гость пришел и так далее. То, что я уже в конце сказал, я в итоге перенесу после этого. Ну и все, приятного просмотра. А ты Азамата пробей. Что-то подождите, на быстро его отпустили. Есть антикор. Нет, шеф. Он даже и вообще даже не пахнет. Я вообще вначале думал, что он конторский. И не с конторой, и не с антикором. Он даже не топовый чиновник. У него в одежде с жопой воняет. Честное слово. Он такой, знаете, не на широкую ногу живет. Он не такой, как другие чиновники. Вообще-то, это может быть его прикрытием. По документам все. Мы живем скромно. Что-то было, что ли? Да нет особо. Он всегда таким был. Справедливый. Правильный. Все верно. Ты что думал? К тебе неправильного отправят? Они же не тупые. Поэтому и отправили такого, как Азамат. Которому не докопаешься, не уволишь. И который будет сосать с тебя информацию. А если даже вон не с антикором, а с КМБ, то главное, они внедрили своего. Так что, поехал в город. А что делать теперь? Нужно стать правильным. Опять что? А ты что думал? Лучше сейчас правильным отсидеть, чем потом действительно сесть с полной конфискацией имущества. Может, просто взять и уволить его? Можно. Только это надо согласовать с замокем имугорода. А если там пропишут нет, вот тогда точно вон чей-то. Бля, пилица. Может, просто уйти с госслужбы и все? А ты что выпендриваешься? Хорошо, что не в столице. Вот там точно тебя заставят танцевать и попу лизать. Там, к твоему мнению, никто не прислушивается. Так что хорошо сидишь. Слушай, есть одна тема, в парилке надо обсудить. Угу. Ага. Прям тут бы обсуждали. Азамат Ирландович, можно? Это что ты делаешь? Я же просил вас не приезжать сюда. А что? Как а что? Все пасын с Тима. А если б тут Саяц сидел бы? Ой, да ладно, не кипиши. Сеня, Саяц, тут вообще-то не курят. Братан, возьмем жну и вот там. На. Ага. Если нет Саяна тут, это же не означает, что он ничего не узнает. Ты даже прекрасно понимаешь, что тут столько крыс работает. Зачем пришел? Ну, шеф приказал узнать, что тут творится у тебя. Сол Шенгель. А что он мне может твориться? Ну, пасай о том. Что-то говорят, его антикор пытались задержать. Это правда. Я недавно заходил, узнавал, а он толком ничего не сказал. Ну, типа, какое-то недоразумение, его там же отпустили. Видимо, замазался, да? А может и замазался. Кто его знает? Я думаю, на днях все будет ясно. И это, вы завязываете навещать мне? А что? Что за сюрпризы? Если надо будет, я сам позвоню и приеду. Да, хорош, хорош. Что, кстати, у тебя в прошлый раз с антикором какой-то кипиш был? Все нормально? Еще еще дерьмо. Да? Подстава полная. А ты что? Да? Я не то, что взял. Я у него ни копейки не просил. Да? Просто на директора театра надавил за беспредел, а он, прикинь, взял и заяву накатал. Ну, байхабжуру за Замат Ерланович. В разработку не попади к ним. А то шеф же просил, чтобы он нигде не засветился. Да и потом о шефе не так думают. Да и нормально все. Что ты переживаешь? Я не переживаю. Да шеф знает же, какой я человек. Но и репутацию шефа я никак не испорчу. Короче, ладно, Дидар, я поехал. Давай. Шефу привет передавай. Давай. Твои елки-палки мина. Э, Дидар. Че? Я кое-нибудь, да, шо, Санда Еланова? А че? Да на ровном месте запутал меня. Эх, Азамат Ерланович. Отдохнуть тебе надо. Заработался. А народу думаешь, да? Нет, иди ты в жопу. Ладно, поехали. Чешкин. Интересненько. Ну-ка, и башни? Да. Базара нет у него удобное место. Вот это антикорс. Ты про кресло или про должность? Да я и про кресло, и про должность. Чтение, другая. Слушай, Жан. Почему я до сих пор на работе? Помнишь, ты говорила, что экстрима не хватает нам? Допустим. Может, здесь попробуем? Прямо на столе твоего шефа? Нет. А че? А, здесь, наверное, камеры, да, везде? И прослушки? Нет, у нас каждый день люди приходят, проверяют. Прослушек нету. Ну, тогда тем более. Пойдем. Ладно, только ты... А, я к охраннику схожу, ладно? Чтобы не впускал никого. Давай, давай. Только ты, этот... Руки убери. Буду так и сидеть. Угу. Ну, давай быстрее. Угу. Алло, я на месте. Да. Засунул. Дальше че? И все? Хорошо понял. Это не противозакон или случайно? Ну, че, поговорила? Прикол порожняк. Он уснул, я не стала будить. Уснул? Да. В этой математике хоть кто-нибудь работает? Ладно, не выпендривайся. Давай, поехали. Поехали, поехали. Слепи, 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 слепи. Дома будем идти замалить, а? Куда вы бежали-то? Ну, если честно, Савет Саматович, я, конечно, удивился, когда вы позвонили и меня на завтрак пригласили. А че удивляешься? Азеке, в обед ты вечно ходишь здесь по району. Кошмаришь всех. Правильно? Правильно. Вечером ты с женой, там, с семьей. А ночью толку тебя звать-то? Ты же не бухаешь. Гуспа? Ну да. Ну, вы же сами прекрасно понимаете. С этим задержанием. Ну и работы много. Ну да. Кроме тебя больше никто же не работает. Не, я в хорошем смысле. Слушай, по поводу той директрисы. Ты не пережай, ее уволили. Да, мы с Министерством образования переговорили, сказали, что она... Но она беспредельщица, реально. Сказали все, они согласовали, ее убрали. Ну, у нее же сын депутат. Ну и че? Депутат, мепутат, какая разница? Сын. Нам вообще без разницы. Брат, твои дети, это мои дети. Понимаешь? Вот и все. А то, что там она там помощнику что-то ходила, слухи, да, ходит? Нет, брат, это она там деньги предлагала. Я ей сказал, засунь ее. Ты же знаешь, я же против коррупции. Ненавижу ее, что коррупции нет. Кстати, я чуть не забыл. Этот. Надо штатам что-то делать. Давай ты прям из волны Алп почисти всех. Всех, кого не надо, убирай нафиг. Родственникам, родственникам. Не важно, это же со старой командой. Ну, правильно? Все. Все, кто-то звонить будет, угрожает. Ты это все на меня перекидывай. Я там сам. Я тоже здесь. Не такси вожу. Хорошо? Угу. Все я вас понял. У меня один вопрос. Все нормально? Или вы что-то узнали? В смысле? Ну, всякое же может быть. Ну, из тех сотрудников, может, кто-нибудь с антикором или с КМБ сотрудничею. Ну, либо вы узнали, что вас прослушивают. Ты умеешь, да, настроение не пофиг? Ну, слушай, пусть слушают. Мне-то какая разница? Я-то чист. Мне вообще пофиг. А что? Что мне бояться? Это тоже странно какое-то. Нормально сидели же, да. Блин, так классно вообще. Как будто фильмы доволен. Мы же нормально сидели. Ты как это? Как любые надо. Ну, слушай, ну, пусть слушай. Я что? Ты завелся вообще. Мне реально нечего бояться. Ну, 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 слушай, слушай, пусть слушай, чё. Пусть эти коррупционеры боятся. На старинках, верно. Что он себе позволяет, этот урод? Официант. Вместо того, поблагодарит вас, что работает таким шефом, хочет поставить. Если шеф порвутся, действительно, Асанчик урод, я его пшахтам бить. Я сам его аккуратно уволю. Надо продумать, как. Ещё надо с городским Акиматом соглацать, понимаешь? Чё, понял, принято шеф. Не надо мне ничего принимать. В этом и проблем ты чё-то принимаешь. Поэтому тупишь. Всё, я сказал, я сам. Чё, с кем там у нас встреча? А это, районные Акимы все собираются. Короче, с кем Акимом связано, говорю. Давай, езжай туда, Жора. Хорошо, что я Саша. Да пофиг мне, езжай быстрее. Пассачься. Приехал сюда, не вот. Никто не кричит? Слушайте, там один дыммер выходит. Крупный, на пару миллиардов. Наизусть знает с кем они. Здесь нихрена нету. Просто деревья, поле, всё. А это досье на вашего Азамата. Он же ушный парень. Красиво в жопу лезет. А таких не сажаем. Балдёжная серия. Наконец-то, наконец-то, Саке вернулся. Ну чё, я очень рад, что мы не попрощались с... Канат Ага. Вообще, очень круто было всё сделано в начале, ну, в первой части серии. И перестрелка, и это всё круто. Прям вообще, красавцы, типа, нифига не сдадимся, будем отстреливаться. Потерял, конечно, своих парней, что печально, но против спецназа, как ещё отстоять. По-любому будут жертвы, не только уже у спецназа будут управляться. Ну и, собственно, понятно было, то есть, ну, были предположения, либо он умрёт, и что было бы очень печально ещё раз потерять его, такого персонажа. Либо всё-таки, ну, их повяжут, и в итоге он один остался вместе с Арманчиком, и, как оказалось, Арманчика ещё и посадят тоже. И это, опять же, круто, я просто не знаю, в одну тюрьму ли их в этот раз посадят, или всё-таки в разные. И какой срок, интересно, там будет, у Конотова, мне кажется, большой. Да. Так, Ильяс и Саке общались. Мне вот не нравится, если честно, эти моменты, ну, просто мне. Когда, ну, идёт диалог, но меняются сцены. И такое ощущение, то, что, ну, в реальной жизни они такие, и тут поболтали, как будто ни о чём не говорили, не говорили, и потом дальше возвращаются, и с того же места у них продолжается диалог. Ну да, можно, конечно, подумать, типа, ну, вот они тут закончили, и потом резко начали о другом, а потом опять вернулись там, и вот с этого. Ну, я думаю, вы поняли о чём-то. Это всё, ну, бредятина, ну, и когда я смотрю, я постоянно себе это говорю, блин, а чё интересно, ну, почему так, чё они там делали до этого, что вот только сейчас они продолжают этот диалог и так далее. Вот, ну, это всё фигня. Ильяс тоже, как бы, ну, выудил информацию, то, что всё-таки о нём спрашивали, и у них есть свой интерес. И он тоже, как бы, переживает, и понятно, почему он переживает. И всё-таки какую-то тему он предложил, пока мы не знаем, какую. Ну, думаю, они поболтают ещё. Прямо шоковым моментом в серии стал приход гостя к Азамату. До конца непонятно, но, по-моему, я, может, просто забыл. Ну, вроде это из КНБ, скорее всего. Ну, хотя, начальник КНБ приходил. Чё-то, а может, это вообще ещё выше. Типа, вообще, страну. Фиг знает. Но круто, круто. До конца так сделано, что до конца непонятно. Кто, кого, чего. И Азамат даже как-то... Вот мне интересно, он выше, вот этот гость, этого Азамата, или Азамат выше этого, или они наравне просто, как бы, коллеги. Но тот так с ним общался, вот непонятно. Ну, это у них такое дружеское, наверное, общение. Фиг знает. Лазет, конечно, всё-таки запустила вирус в ноут-саке через этого парнишку антикоровского. И вот законно ли это? А, ну хотя жучки же как-то ставят. Не знаю. Чё-то у меня просто сразу мысли... Так нельзя. Ладно. Может и можно. Ну и крутой в конце диалог Саэт Саматовича и Азамата прям... Ну, вы, собственно, видели, как я балдел. И у этого, как бы, своя тайна. И у того своя тайна. И вот это общение такое забавное. Главное не спалиться, главное не спалиться. Очень круто. Мне понравилось. Ещё раз прошу прощения, что вот так вот всё вышло, но увидел только что. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out!